Всем гладкого шара дорогие друзья и уважаемые любители Мегабола С вами, думаю вы все меня узнали Великий и ужасный Бруклин И я сегодня вместе с вами буду смотреть матч 7 сезона Мегабольной Лиги Чемпионов Второй тур группы Месси, которой Куратором выступает Никто иной как Колич И сегодня команда Колича Играет против команды Монако Колич Клаб vs Монако Ситуация в турнирной таблице в этой группе очень интересная Тот факт, что разница всех 8 команд После матча первого тура плюс 8 Такого никогда не было, просто интересный факт И видим, что Колич у нас сегодня Играет совершенно другой двойкой нападающих Это играет Нежность в Меткарака И Руд Гулит Он же А.К. Аполлона, если кто-то не знает Тоже Меткарака на нем И опорная зона играет Джефф Харди Довольно-таки Много он играет в этом сезоне Колич в первый матч не играл Колич это капитан команды и тоже опорник Ну все вы это знаете И вот уступил место он Джефф Харди Дал ветеранчику, так скажем, погонять мячик Ну и пока если есть у Джеффа Харди Возможность играть То это здорово Всегда мы рады ветеранам Которые возвращаются хоть как-нибудь покатать И видим, пока что минута прошла Сейчас ФП попросил игрок Нежность Минута прошла И Монако еще ни разу не атаковал ворота Колич Клаба Руд Гулит и Нежность выигрывали борьбу у команды Монако У нападающих команды Монако Это Дерзкий Энот и Юра Днепр На видео плохо видно Дерзкий Энот, он играет сейчас сверху на карточке Дехея И Юра Днепр играет на карточке Буфона И опорник команды Монако Это Керри Раш Напомню, что в составе Монако Сегодня на поле никак не может выйти Игрок под именем Поп Он дисквалифицирован за Две желтые карточки в процессе Которые он получил в матче первого тура И соответственно Эту игру он пропускает Ну вот видим прессинг активный От Джеффа Харди, Нежности и Гулита И никак пока что у Юрки И у Еноты не получается Выйти из-под этого прессинга Перепасовки поперек поля Которые очень хорошо накрываются И Джеффом, и Нежностью В принципе без каких-либо проблем Даже вот мячик за другую половину поля Практически не переходит Вот сейчас Керри Раш По борту, по лицевому красиво опустил И Джефф Харди первый на мяче Никто из нападения Монако не добрался Ну тут Ох, рандомчик Если бы Нападающий Рут Гулит Набрался бы на мяча То возможно был бы гол Юра Днепр не закрыл Дальнюю штангу Сместился он ближе к Керри Рашу Керри Раш там Совсем стоял около ближней Боясь продавки Джефф Харди вот Практически чуть ли не первая ошибка В передаче Еще раз замешкался И вот наконец-таки первая атака Монако Но она ничем не увенчалась Снова мячик у Керри Раши Но вот он что-то пытается Интересное придумать И вот Юра обводит Гулита И по борту заброс И на этом как бы Заканчивается атака Енот не добирается Но слишком так Интересно играют Джефф Харди С нежностью И с Рудом Гулитом Ничего практически не дают Очень активно И вот она хорошая комбинация И вот он хороший гол Джефф Харди Вложил мяч в нежность По большому счету Нежно так отдал передачу И нежность уже Беспрепятственно Переводит мяч ворота Его не закрыл Детский енот И Керри Раша Практически расстрелили Керри Раш не сократил Дистанцию Позиционно конечно же Тоже он ошибся Но конечно не ожидал Такого подвоха От своих партнеров Не сориентировался Ну тут конечно же Ошибка позиционная Игроков нападения И Керри Раша Расстреливает И еще один гол Хорошая передача С фланга И нежность в одно касание От штанги Прям в ворота Переводит Здорово Опять неправильно Расставились игроки Монако Все они сконцентрировались На одной фланге И в центре Дальнюю штангу Практически Опять же Никто не закрывал Был момент ранее У Колич Клаба О и еще один гол Уже в ближний На этот раз Продавливает нежность Вроде как 3-0 После первого тайма Ну по игре По игре Монако За 5 минут Практически Даже не атаковала Я уже не говорю Что ничего не создали Ну вот еще Чуть ли не третья Атака За тайм Так Джефф Харди Набивает мяч От борта Тянет время Ну вот Может что-то Поучиться Но трудно Комментировать Такую игру Потому что Разница в классе Нападающих Она видна Она явно Видна Что могу сказать Колич Клаб Нам конечно Непривычно Вот таким видеть Но Такие изменения В составе К плохому Ничего не привели Ни к чему не привели Джефф Харди Справляется Со своей игрой В опорной зоне Нападение Нежность И Гулит Тоже Справляются Они начисто Переигрывают Своих оппонентов И в принципе 3-0 После первого тайма И вполне закономерно Монако Пока Ничего интересного У ворот Джеффа Харди Не Показала Ну посмотрим Что будет во втором тайме Видим Замен нет Тут конечно Плохо видно Но я вас Если что Сориентирую Поехали Те же самые Игроки на поле Нежность И Руд Гулит С Джеффом Харди Это Монако Ох Джефф хорошо обыграл Дерзкого Энота На паузе Корпусом Хорошо Отыграл Вот прострел Но тут Дерзкий Энот На это раз Закрыл Дальнюю штангу Видим Что Юра Днепр И Дерзкий Энот Также у нас В составе И они Совершенно Как так скажем Совершенно Неправильно Действуют Против Против Колич Такого Колич Сейчас Керри Расшибается Но в последний момент Он Он справился Он И дерзкий нот Поднял Руда Гулита Но тут Джефф Харди Закрывает калитку И возвращает мяч Возвращает мяч В атаку Нежность Ну вот Слишком Джефф Быстро подошел Но тут хорошая комбинация Отдал Выкрутил шар Джефф молодец Выкрутил шар И отдал Наруто Гулита Ну вот Видим Что выбрасывается Слишком много Игроки Нападения На Джеффа А Джефф Очень хорошо Крутит В этом матче Вот Отмечу именно этот матч Ой Еще один гол Опять неграмотная Расстановка От Монако Почему вышел Керри Раш Ну зачем он вышел Если тут был Юра Днепр И дерзкий нот Тоже как-то Непонятно встал Не ожидал Что между Двумя Его партнерами Проскочит мяч И соответственно Соответственно Еще один гол Организован Был ворота Монако Выбрасывается Юра Днепр Ридерский нот На Джеффа Ой А он их обманывает Так скажем Корпусом Убирает Зона соответственно Открыта И Для Джеффа В принципе Никакого труда Не составляет Эти зоны закрыть И еще один гол Может быть Да Нежный забивает Еще один гол Опять ошибка 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 От Ненота И ФП Теперь просит Дерзкий нот Ну секундное ФП Джефф Хардис Что-то пишет Все перестал писать Поехали дальше Пока что Ну тут явно Конечно Класс Нападающих Монако Уступает Да и Опоры В принципе Тоже уступает Игрокам Колича Это видно Но Монако Молодцы Что собрались Потому что Вопрос висел О том Чтобы Монако Вообще О Юра Сейчас спасает Свои ворота Выталкивает мяч Практически С ленточки Опять Продавку в ближний Пошел кто-то из Колича Нежность бьет Тут на этот раз Попадает еще раз В игрока Ну сейчас Монако Надежно сыграли Но на волоске Могли и пропустить Могли и пропустить Джефф с мячом Вот сейчас Ему некуда было отдавать Но тут опять Обманулись Все выбежали Из Монако И мячик пустили Все за спину Все вылетают Все вылетают Ну вот кто первый на мяче Первый на мяче Рут Гулит С нежностью И что-то застрял Кто-то застрял Встал Видимо все-таки Вылет сказался Вылетают слишком часто Игроки Монако На мячи И нежность И с Джефф Харди В меньшей степени Рут Гулит Они Хорошо На этом Ловят своих соперников И соответственно Получаются Такие обрезы Получается Слишком много Пространства Для Колича В нападении И Ну для Колича Клаба Я имею в виду Сейчас прострелы И никто не откликнулся Никто не ожидал Что так опять Проскочит мяч Ну вот видим Что опять Втроем практически Вышли на этот мяч И все равно Пролетел этот мяч Между игроками Монако Им не надо Так Вот опять Проиграли позиционно Рут Гулит Сейчас хорошо Оттолкал Днепра Но Джефф Харди Сначала туда Не Отдал передачу А сейчас Гулит Проиграл борьбу Юрия Вот опять Видим Джефф Харди Убрал корпус И вот он Гол Да Все таки Поймали Джеффа Харди Но это уже совсем было Прометчиво С его стороны Почувствовал на себе Силу Что может обыграть Сразу двоих Но Практически у него Это получилось Но все таки Юра Днепр Не новичок Он уже Отыгрывал сезоны В Лиге Чемпионов И Таким финтом Простым Его конечно же Не обмануть Ну по крайней мере В этой ситуации Юра Днепр сыграл Грамотно Прочитал Джеффа Харди И Джефф Харди Получил такую баночку Ну в принципе Это было Прометчиво Это было Прометчиво И Джефф Харди Сам понимает Что поступил В этом моменте Не лучшим образом Ну 5-1 У насчет в матче В принципе Тотальное преимущество Колича И Монако Во втором тайме Тоже практически Не атаковало Были Такие Пару заходов Но все остальное Время Вот опять Опять между двумя Нападающими Енотом и Днепром Прошел мяч Юра Днепр пошел Толкать Джеффа Харди Думая что мячик Ой еще там Каким-то чудом Не попал мяч в ворот Я сам даже не понял Отскочил он от кого-то Буквально с ленточки Ну колич Сейчас конечно выигрывает Тайм 2-1 Но по опасным моментам Уже мог ввести Еще плюс 3 гола Если бы все Залетало в этом матче Ну тут Практически без шансов Для Монако Но Монако пока держится Это радует Мне нравится Что они не сдаются Я могу отметить Кири Раша Наверное Ну дерзкий нот И Юра Днепр Это не та пара Ну что это они сейчас вдвоем Что они делают вдвоем Почему они так играют Непонятно Это пара на под Ой Юра дарит мяч Конор Кстати замена у нас Колич Клаби Сразу двойная Конор Который сейчас в углу Зажатый пушкой За синих На карточке Буфона Нежность у нас остается И играет Колич Он заменил Джеффа Харди Колич в опорной зоне Вот такая замена у нас По ходу Матча На третий тайм Вышли два новых игрока Посмотрим Смогут ли они Себя как нибудь Проявить Лучше чем Игра Как так скажем Основа на этот матч Рудгулит И Ну Конно конечно же Это усиление А вот насчет Колича Джеффа Харди Они разноплановые игроки И посмотрим Как Колич этот тайм Отыграет Сможет ли он Усилить Ну или хотя бы Не ослабить Так скажем Своих Свою команду Колич На нежность Нежность поднимает Но Юра Днепр Тут Лакир хотя опасный Такой рикошет Неприятный Давка опять В ближний угол Вот и гол Коннор Еще раз Подтверждает Что он Хороший нападающий Практически Чуть ли не первым Касанием Переводит Мяч в ворота Еще один Гол Залетает В ворота Керри Раша Счет 6-1 Ну Монако Сейчас главное Не 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 упасть духом У них По матчу В принципе Все не так уж и плохо Конечно Дерзкий Енот Как-то он Сегодня Очень Ну что они делают В твоем с Керри Рашем Почему Енот выталкивает Керри Раша Что-то у них Непонятное Творится Но Енот Конечно Это пока что Слабейший Так скажем На поле Юра Днепр Получше смотрится Хотя Это ему Трудно Трудно Дается Керри Раш Тоже Себя Старается Проявить Но Насколько Это возможно Видим Состав поменялся У Кольч Клаба Они все так же Атакуют И Монако Монако Не может опять Выйти из Собственной зоны Юра Днепра Сейчас Вытаскивает Грубо говоря Мяч Из очень опасной зоны Занял грамотную позицию Нежность Его там Бортовал Как мог Но Юра Днепр Выстоял Керри Раш Куда-то пошел Юра Днепр пошел Страховать его Вот они Ну как Борт-то не закрыть И еще Юра Днепр Пошел в этот Борт И все втроем Проиграли по очереди Этот борт Ну зачем так Ну что с расстановкой От Монако 7-1 2-0 Еще в этом тайме Еще не вечер Так скажем Юра Днепр Сейчас стоит С Керри Рашем И Забывают Закрывать дальний угол Юра Конечно тут Бесится Не знает Как встать лучше Ну дерзкий Енот Это конечно Я конечно не хочу Ничего говорить Потому что в Монако Сложная ситуация Возможно там и играть Больше некому Спасибо что Еноту Юре И Керри Рашу Что они Не бросили эту команду Не получала команда Технических поражений Не снялась Турнира Большой им Респект Но Еноту Конечно против таких Соперников Трудно И дается играть Видно Ошибки Видно как он Немножко нелепо Действует Но все мы Учимся Что говорить Возможно Через сезон Дерзкий Енот Будет играть На уровне Ой Небольшой вылет От нежности Пролетел мимо мяча И вот Это позволило Перейти в атаку Наконец-таки Клубу Монако Юра Днепр Прострел Ну и Никак не могут Замкнуть Все мимо Не бьют они Поворотом Все бьют куда-то По штангам 7-1 Счет В этом Матче Ну Монако Может забить Еще один гол Хотя Практически Ну если конечно Колич не ошибется Или кто-то из Игроков Нападения Сильно уж не Привезет Ну так Для Монако Конечно Без шансов Они уже точно Не отыграются Это 100% Но Интриги 2 Забьет ли Монако И забьет ли Колич Десятку Ну 10 мяча Вот дерзкий Енот может забить Да Вот она ошибка И дерзкий Енот Забивает Хоть попал Это уже хорошо Не растерялся Не зажал пушку Не протянул время Грамотно По таймингу Он сыграл Молодец И счет 7-2 Это хорошо Для Монако Разницу нужно Корректировать Они Первый матч Приграли 8-0 Сейчас 7-2 Это большая разница Но им главное Сейчас Выдержать Эту игру Дальше уже Соперники будут Немного полегче Они уже могут Там набирать очки Такой игрой Они могут набирать очки Я не говорю Что они уж Гипер плохо играют Просто это сильная команда Колич И вот они сейчас Еще могут забить Керри Раш Сейчас убегает На пустые ворота И вовремя Нажимает кнопку удара И нежность Практически закрыл Пустые ворота Но не успел Керри Раш Сравнивает Счет в этом тайме 7-3 Они сыграли Здорово Интриж Ой Конор С подсоса Сейчас забьет Наверное Он убегал За опорника Это его любимая манера Когда опорник Слабенький Так скажем Не видит он Что за его спиной Играет Нападающий Конор Так подкрадывается И Конор Вот так вот Пинает Так скажем Опорника И первый Он добирается До мяча И не дает уже опорнику Закрыть ворота И вот такой стиль Как и у Зевса По большому счету Они вот вдвоем Любят такой Вот так вот играть Наполе Вот Керри Раш Может еще забить Нет Это уже его закрыли Колич успевает На мяче И вот у нас Заканчивается эта встреча Со счетом 7-3 Побеждает Колич Клаб В принципе Не для кого Не новость Что Колич побеждает Многие ставили По прогнозам Судя что На техническое поражение От Монако Кто-то ставил На разгром Колич Клаб Что если там Колич Клаб Выиграет Там 10-12 15-0 15-1 Но Монако Молодцы Что пришли на матч Монако Молодцы Что собрались Показали В принципе Я скажу Что это была достойная игра Это было Хорошо Что они Ну Дев конечно Хромает Енот Хромает Так скажем Но Это было А еще Подождите Еще ФП доигрывает Что ли Я уже тут Заканчиваю Еще ФП Ну сколько там 40 секунд Говорят Ну давайте Доиграем Не проблема Я уже думал Все Да Ой Я пропустил Еще игол Господи Поехали Джефф Харди Выходит на поле Рут Гулит И Конор И дерзкий нот Юра Днепр Кирираж Что встал Все Поехали Играем ДФП И Конор Забивает Еще один гол 8 Восьмой Ну это что Это Зачем Не доигр ДФП Чтобы пропустить Еще один мяч Ну это Это сильно Ну ладно Тут уже В принципе Не важно Ребята Еще раз говорю Молодцы Что собрались И что вышли на матч И дали В принципе Не сказать Что бой Но Дали Так скажем Сопротивление Оказали Вот так будет Лаконично И грамотно Скажешь Что оказали Сопротивление Количу Колич забил Пока меньше Чем 10 И это В принципе Для Монако Это было Хорошо Все Вот теперь Матч окончен Матч окончен Колич выигрывает 8-3 Всем спасибо Дорогие друзья Что посмотрели Эту встречу Я обещал Что Откомментирую Монако Ну что Если они соберутся На эту встречу Я откомментировал Всем спасибо Увидимся На полях Мегабола